Насколько мы можем предсказать и знать заранее, чему научатся нейронные сети, для меня ответ достаточно простой, что на момент, когда мы пишем программу для обучения нейронной сети, мы не можем предсказать, чему она научится каждый раз. Да, то есть мы можем, можно посмотреть вообще на понятие интеллект, но с моей точки зрения понятие не абсолютное, то есть оно всегда относительное, то есть взглянуть даже на камни, как обладающие минералы некоторым интеллектом, на растения, они тоже умеют адаптироваться к солнцу, к свету, это тоже обладает некоторым интеллектом. И можно рассмотреть некоторые уровни, то есть если минералы это такой нулевой уровень интеллекта, растения это какой-то дополнительный уровень интеллекта, чуть выше над камнями, животные это еще более высокий уровень, то есть с точки зрения растения тяжело понять, что такое животное, то есть с точки зрения животного тяжело понять, что такое человек, то есть как он принимает решение, это загадка для животного. То есть если мы говорим о создании действительно сильного искусственного интеллекта, то получается, что для нас он будет непонятен, поскольку он тут же станет сверхинтеллектом. Но если он будет создан, то получается, он будет знать эту информацию, он сможет себя усовершенствовать и, соответственно, выйдет на какой-то новый уровень, он станет для нас непонятен, то есть непонятен, ну, в том смысле, в котором, наверное, для животных непонятно, на каком уровне человек принимает решение, то есть это какая-то точка неопределенности, но с точки зрения контролировать, ну, не знаю, то есть если действительно рассматривать сверхинтеллект как сверхинтеллект, как может собака контролировать человека, то есть, ну, не знаю, сомнительное положение. Я, наверное, можно чувствовать, да, какую-то опасность человечества. Основная цель живых существ это как-то передавать о себе информацию дальше, с поколения в поколение, та цивилизация людей, та биологическая, как бы, биосфера, которая создана, она проверена таким большим количеством времени, когда мы выходим в точку, когда мы уходим от передачи информации, ну, культура еще есть, передача информации через культуру, здесь получается, что мы выходим на более высокий уровень скорости передачи информации, когда биологическая передача уже, в общем-то, для основной массы информации не нужна. Соответственно, вопрос, что делать с тем предыдущим видом передачи информации, можно рассматривать как некоторую опасность вообще для какого-то существования разумности. Можно подойти к этому вопросу действительно так, что люди, как какой-то комик шутил, что он говорит, почему люди так беспокоятся о планете, вот мы засоряем ему пластик, это американский комик Джордж Карлин, и он говорил, так может быть, люди только и нужны были для того, чтобы создать пластик, а потом они умрут, а планете будет хорошо. Можно и так посмотреть на этот вопрос. То есть, может быть, это естественный вообще ход вещей, то есть такое развитие. Но, то есть, совершенно с другой стороны понятно, что вряд ли этот процесс можно остановить. То есть, в том понимании, как он сейчас есть, то есть, какие-то попытки его там запретить или ограничить, это ведет, наверное, к еще более каким-то серьезным отклонениям, чем можно было, можно ожидать, если это будет постепенно развиваться так, как оно развивается. Просто потому, что искусственный интеллект и технологии просто обработки данных позволяют преимущество получать. Большие. В бизнесе, в экономике, в политике, я не знаю, где угодно. Поэтому, тот, кто не будет их использовать, естественный отбор проиграет. Наверное, не просто формализовать, что такое сознание, но если на него посмотреть, вот тоже с точки зрения того, как оно развивалось, то есть, это какой-то способ управления таким наследием эволюционным, которое доставалось до этого, и при рассмотрении его как нечто внешнее, то есть, сознание рассматривает даже себя как какой-то объект, где-то функционирующий, то и одно из свойств обучающихся систем, то, что они должны каким-то образом иметь модели мира внутри себя, то есть, модели представления о том, как функционируют другие объекты. Смотреть сознание, то вот, когда эта модель мира начинает включать и себя, то есть, можно смотреть, что это попытка включить модель себя в свою модель мира, и при этом, наверное, облечь это в какую-то все равно языковую форму, как мне кажется. То есть, язык здесь очень важен. Вот если, допустим, предположить, что существует искусственный интеллект, который на много порядков умнее человека и вообще человечества даже в целом, то вопрос, зачем действительно ему нужно человечество. Ну, не знаю, тут, наверное, все это такие какие-то додумки, поскольку действительно понять нельзя. Можно подумать, как мы относимся к животным. Может быть, ну, поскольку это будет сверхчеловек, то это, наверное, будет какое-то новое отношение. Нужен какой-то наблюдатель. То есть, когда что-то творишь, нужен наблюдатель. Можно быть и так. Действительно, какие профессии могут быть востребованы. И в моем понимании вполне нормально, когда, к примеру, тем людям, которые попадают в сокращение в результате развития технологий, вполне наоборот какие-то пособия по этому поводу. И это вполне нормальная ситуация. То есть, такое еждевенчество в этом смысле хотя бы на некоторое время, пока человек ищет новый какой-то путь, оно вполне нормально. Вот такой страх по тому, что люди останутся без профессии, это плохая мотивация. Развитие показывает, что есть некоторые профессии, которые больше, пока еще больше отделяют человека от всего того, что может машина. Человечеству всегда свойственно ставить какие-то уникальности, сказать, в себе. Поэтому технологии депрессии вызывают. Ну, то, что я вижу из вот чисто такого интуитивного представления развития и биологических видов, и тому, как обучаются нервные сети, в частности, и некоторые другие алгоритмы, они действительно настроены на плавный переход, то есть от одного к другому. То есть, если требуется какой-то резкий скачок, переворот сознания, и мы не можем пока объяснить, как он происходит, то можно, по крайней мере, я вижу некоторую лазейку, где можно пока считать, что машины это не умеют. Все эти сложные вещи, которые люди создают, они, в общем-то, как видится, на достаточно простой целевой функции основы. То есть, это действительно передача своей информации. То есть, ничего не мешает задать целевую функцию машине, там тоже распространиться как можно дальше во Вселенной, куда только можно залезть, и там... Ну, неизвестно, насколько это хорошая целевая функция, в конечном счете. То есть, действительно, смотреть на какие-то элементы искусственного интеллекта и на искусственный интеллект в целом, можно как на продолжение эволюции. Как раз с той точки зрения, что люди и животные, и все, что развивается, оно, во-первых, развивается, то есть, это как следующий шаг развития, во-вторых, оно действительно передает о себе информацию. То есть, вот эта теория эволюции, действительно, там, естественно, отбора, она говорит о том, что в основном, наверное, мы все-таки боремся за то, чтобы оставить о себе в будущем какую-то информацию. Если вдруг мы оставляем такую информацию даже через два поколения, которая умрет, то это не очень хорошая информация. То есть, нужно оставлять ту информацию, которая будет существовать дольше. Теория великого фильтра, которая говорит о том, был такой ученый, который просто размышлял о том, что если Вселенная такая большая, почему ни одна цивилизация, которая должна, должны были появляться, где-то во Вселенной постоянно должны были появляться цивилизации, почему ни одна цивилизация не стала, не вышла на такой уровень, когда она может осуществлять космические там перелеты, и мы никак не контактируем ни с какой цивилизацией. И он выдвинул такую теорию, что где-то есть фильтр, который запрещает это делать. Ну и вот мы можем думать о том, что мы либо прошли этот фильтр, либо он где-то впереди нас. Поскольку технологии, которые, в частности технологии искусственного интеллекта и другие, они относятся к технологиям технологической сингулярности, то есть попадания в точку, мы не будем знать, что произойдет. Вот какая-нибудь из этих технологий вполне может быть, к примеру, и каким-то фильтром. В любом случае, это, скажем, естественный, как видится сейчас процесс, который не остановить, и, наверное, он просто позволяет немножко переосмыслить. Нам кажется, что мы уникальны относительно чего-то другого. Проблема уже не в том, что технологии плохие. То есть весь вопрос в том, как их используют, и куда уходит прибыль от получения технологий. То есть, с одной стороны, компании должны быть заинтересованы, быть их внедрять, чтобы все развивалось, но, с другой стороны, действительно выглядит таким необходимым тоже это все учитывать и какие-то регламенты иметь потом о том, как их правильно внедрять, чтобы людям не было ущерба от этого. Я считаю, что технологии искусственного интеллекта, они позитивные, то есть они приносят больше полезного, намного больше, чем вредного. Поскольку мы боимся всего того, чего не понимаем, а здесь мы не понимаем, мы рассматриваем как раз плохой случай, что что-то должно плохое. А может быть, действительно, это можно рассматривать как всеобщий благоденствия, когда человек, он останется в роли такого наблюдателя, но он сможет видеть то, что происходит, то, что меняется, улучшается все время, какие-то... Почему не так? Да. Продолжение следует...